120 я даже снимать сегодня не собирался думал какой-нибудь полете получится такой унылый а тут такая так готов я туда все от запускаюсь от винта готов готов на сервала тейнди виктор декуляш писта дарт скорость и закручиваю наше и с ним уже пока здоров Заклушили моторчик. Ну что ж, друзья, сбылась моя мечта. Я катаю своего инструктора Вайдоса, который учил меня летать на ультралайте. Приветствую всех глубоко уважаемых любителей планерного спорта. Да. Мы только что взлетели и сказал, что это было просто. Что ты скажешь по поводу взлета? Ты знаешь, я кайфую. Сейчас полный кайф. На самолете было бы сложнее сегодня? Гораздо сложнее. Там пришлось бы работать. Я смотрел, как работает ручка. Но это все-таки корабль. Это огромный корабль. Ты видел, какой я ленивый пилот, да? Как я лениво взлетал. А ветер у нас, друзья, был 90 градусов. Я думаю, видео со взлета у нас осталось. Я надеюсь. Так, мне не нравится на этом склоне. Я понимаю, что я здесь ничего не набираю. И я планирую попробовать перелететь в следующую зону, на гору Сан-Джини, где я планирую набрать высоту. Да, приходим очень низко. Это мне не нравится совсем. Есть энергия. Убираю двигатель. Полностью. Все у нас чистая конфигурация. Пробую набрать. Смотрится это не очень. Я тебя понимаю, что яйца... С моей кабины это смотрится очень. Слушай, ну, во-первых, я еще далеко летаю. Я пока близко еще не подлетал. Вот сейчас подлечу близко. Смотри, вот. Работать нужно вот так. Ой-ой-ой. Что? Да это я далеко еще. Вот. Раз. Зато энергия. Смотри, раз. И мы уже над склоном. И теперь помнишь, как ты меня ругал, когда я с креном 30 градусов разворачивался? Если ты тут энергично не развернешься, вылетишь из зоны динамика. Поэтому приходится вот так волохать этот планер. А? Ну, я шучу, шучу. Ты говорил, как же? Чего же ты так смело сразу и 45, я грубо? Потому что это нормально. Ну, вот смотри, мы уже выше склона. Ну, красота. Это жесть. Это жесть. Чего? Почему жесть? Ну, в смысле того, что это что-то. Ну, да. Вот суббит. В нашей долине все вырубило. Ну, слишком ветер боковой вдоль склона. А этот склон прекрасно под ветер ориентирован. Его видишь за пару проходов уже. Ну, единственное, о чем сейчас я бы думал, то вот это дождь этот, когда на родной улице... А он не дойдет до нас. Не дойдет? Да. Здесь фокус в том, что это... Ну, будут такие очаги, но можно в динамиках отсиживаться. То есть ничего страшного не будет. Ну, вот эта вот штука, она прольется именно там. И часто вот эта линия, которую ты сейчас видишь, осадков, она является... То есть дальше осадки не идут. Потому что... Ну, это уже надо знать, да. Да, это именно специфика определенная в нашей местности. Потому что там находится огромный перевал. О! Смотри, сколько народу там крутится. Пошли, полетаем вместе с тусовкой. Ну, давай мы пока здесь все-таки останемся. Где-то там вот вчера еще гулял. Вот в этой чашке? Ну, вот там вот справа. И в эту чашку спустился, вышел по-нибудь внизу. Да, это... Знаешь, что меня удивляет? Мне пульс вообще не поднялся совсем. А должен был подняться? Ну, знаешь, новое все, там, взлет, боковой ветер. Ну, чуть. Ну, ты же со мной. Ну, это да. Это я уже отпустил. Я же тебе доверял, когда мы с тобой вместе летали. Вот ты. Нет, это не из-за доверия. Просто чистая радость. И никакого такого, что вот что-то такое, что мне не нравится. То есть яхты тебе нравятся, да? Да, этот корабль у меня... Ну, смотри, как хорошо у нас поднимает. Сейчас до облака доберемся. Красота. Я бы в облако вошел, но нельзя. Все видят. Пусть видео снимаем, высококультурное. А то и раз, и... В это время я чуть-чуть поснимаю, пока ты рулишь. А я сейчас... Подожди, нужны будут твои глаза сейчас. Окей. Нужно посмотреть на народ, который был под облаком. Понять, что у них на хвостах написано. Или они уже на переход подслеждают. Прямо по курсу? Вижу. Что на хвосте написано? Не разглядел. Да столько не тянет. Сейчас на хвост сядем. Куда, интересно, он. Видно, что на хвосте? Так, так, так. Лима. Танго. Диолет один. Видишь, зона осадков стабильно висит на месте. Невзирая на достаточно сильный ветер. То есть, ты понимаешь, что дует, будь здоров. Ну, мне надоело на этом склоне. Мне скучно. Поэтому ты готов взять управление? Ну, давай, только мне направление покажи, куда идти. Смотри, с левой стороны, вот сейчас я возьму курс. Видишь, горка пересекает наш курс. Осыпь такая здоровая. Да, вижу. Вот на левый край осыпи тебя нужно будет держать. Окей, а в какую скорость? 140, 150. Вот я тебе отдал ручку. Закрылок я тебе переставил на 3. Все. Полети, делись впечатлениями, как оно. Ну, пока совсем не понимаю тангажа, только что по скорости. Потому что там впереди ничего нету. Да понятно, ну как это нету. Там все есть, есть горизонт. В восходящих потоках принято чуть скорость уменьшать. В нисходящих чуть увеличивать. То есть вот на таком пик-пик-пик можно на 120 идти. Ты сейчас его прошел, опускай нос вниз, разгоняйся до 150. О, хорошо. Ну и летим на шабр. Завести бы. А? Ну, не было опережения, так не расстреляешь. Ну, я понимаю, да. Ну, это мы гоняемся за ним. Духместный какой-то, видимо. Дельта Майк. Опять это Новэнбер. Вольф Новэнбер. Ну, у меня тоже глаза, видишь? Скажи что-нибудь по поводу, как тебе набирать. Ой-ой, как набирать. Набирать надо учиться. Во-первых, надо знать, что вот здесь будет и наберется. Во-вторых, летать на минимальных скоростях. И не бояться дергать ручкой. Это да. Такие выводы. Вот выводы. Ну что, бери ручку, погнали. Беру. Погнали. Это шабр прямо по курсу висит в конце. Давай. Это гордого склона нашего. Попробуем туда дотянуться. Скорость сделать, 150. Что мы сейчас в минусах. Чем быстрее мы их проскочим, тем лучше. Что не уверен, что мы через вершину пройдем? Это облако. А мы как раз в районе вершины его возьмем поток. Так что, вперед, без песни. Разгоняйся до 180, наверное. Быстренько туда прыг с ним. И попробуем там, может быть, что-то закрутить. Посмотрим. И если не зацепимся, будем возвращаться на наш шабр. Он будет работать. Мы там просто в динамике нажат. По склонечку пройдемся и выберемся. Понятно? Как бы понятно. Это сейчас на 180, я так... Ну, щель есть куда уходить еще через эту гору? Давай я тут попилотирую. Давай. Чтоб тебе пострашнее было. Ну, а что? Здесь, если показывать возможность... А, у нас есть запас скорости. Мы это перескочим на скорость. Конечно. Мы все, что захотим, перескочим. Вопрос, что тут может быть потока не быть, на который я рассчитывал. Поэтому... Я иду вдоль склона. Вот сейчас, смотри, я сбрасываю скорость до 150. Мы, собственно, выше склона оказываемся. Но, так как нет потока, там в ту сторону и лезть-то особо не хочется. Оп. Покачивает. Я хочу по склону пройти до его начала. И потом посмотреть, если будет поток вот прямо по корсу, по доброкам. Что-нибудь сделаем. Если нет, ничего делать не будем. Представляю, закрыл их на три скорости. Больше у нас огромной не будет. И возвращаться будем по вот этому низенькому склоду справа. Ну, видишь, что-то есть. Вот закрутить этот поток реально или нет? Слишком он, конечно, узенький. Пойду попробую еще по склону чуть-чуть пройду. И, конечно, трясет совершенно пренеприятнейшим образом. Оп. Ну. Сможем мы этот жгут закрутить. Скорость, конечно, избыточна. Лучше бы на 120 крутить, но и земля, в общем-то, не далеко. Сейчас можно чуть подвиснуть. Попробовать еще раз. Ну. Оп. Ну, такие слезы, я бы так сказал. Ну что, вернемся, попробуем горками. Так веселее будет. Итак, друзья, мы в небе и в Исоуде. Вот он в чехольчике. Я специально его не монтировал, потому что, видите, у меня кронштейн. Ну, кронштейн я смонтировал. У меня зеркальце вот здесь для того, чтобы убирать двигатель. Я, то есть, в это зеркальце должен, конечно, не свою морду видеть, а двигатель, который расположен, ну, собственно, он уже убран давно. Вот. Кронштейн я, вроде как, удачно закрепил. Вот. Ручки проверил, что ручки сброса в аварийные фонаря ему не мешают. Присоска, конечно, реально крутая. То есть, смотрите, держится хорошо. Я поднимусь, как-нибудь слетаю в волну. Кнопку power нажимаем и прибор включаем. Начинает загружаться. Вот прибор загружается, вы видите, в реальном времени, как это происходит. Update. Ну, да, мы взлетали, он начал пищать у меня в кармане. Я его, поэтому, выключил. Ну, смотрите, как все прекрасно. И он пищит прекрасно, что вот набираем. Сверху несколько планиров. Эгэгэгэгэй! Молетевер, давай, закручивай вправо, поехали! Ю-ху! Друзья, это первый писк этого Оуди. Огонь! Так. Я его сейчас закреплю. Давай, крути, крути, направо, крути. Я, правда, сейчас буду с ума сходить от того, что столько у меня приборов. Оп! Ну, вообще! Огонь! Огонь! Смотрите, как он у меня прижился. Оп! Прекрасно совершенно в белёздышке своём оказался. Единственное, друзья, что, скорее всего, на Шоуде будет реагировать на... Ю-у-у! Он будет реагировать на высоту барометрическую, потому что он не подключен к компьютеру планера. И поэтому он будет реагировать на... Так, интересно, потише, погромче. О! Вот это, кстати, интуитивно. Видите, друзья, я не думая, хватит. И ткнув кнопку, правильно уменьшил звук. Вот мне больше всё нравится, когда что-то делают люди интуитивно. Для того, чтобы отработало интуитивно. Вот в прошлый раз, в моей прошлой жизни, в одноместной планерной, я всё время летал в Соуде на планере LS8. И мне всё нравилось, и вот интуитивность была на высоте. Ну и сейчас, вот видите, прям первым делом звук можно поменять. Это удобно. Можно было это как-то запрятать куда-нибудь. Например, кстати, чтобы здесь поменять звук, я могу поменять только на переднем сиденье. Там мастер-прибор стоит. Так, ну что? Между тем мы набрали кучу высоты. Что теперь с ней делать? Что будем делать? Расскажи, Капайлот. А может летать, а? Слушай, да у меня прибор новый. Я от него тащусь. Планер под нами пронёсся. Давай посмотрим, кто это. Красная Лима какой-то. Лима? В конце Лима. В конце Лима. Значит, Лима нам не подходит. Давай, за Лимой погоняемся. Погнали за Лимой. Разгоняйся. Моё? Да, твоя ручка. И прямо на хвост Лиме. Так будет веселее. Там их двое? Ну, значит, двое. А ты чё? Мы как одни, как дураки летаем. Итак, друзья. Я теперь опять с вами. Я опять могу ему хвастаться новым прибором. Так, смотри. Ситуация. Дай-ка ручку. Ну да, тут кискер похвастаешься. Вписываемся. Закрылок. Четыре. Видите, друзья, мы тут заняты. Йо-ху. Ну, звук на приборе достаточно приятный по писку, скажу. Не раздражающий чуть-чуть. Я, конечно, к другому привык. Такой более тонкий, что ли. Я, конечно, какой-нибудь из звуков отключу, друзья, на будущее. Ну, и, собственно, я говорю, что ауди я брал всё-таки не больше как не планерный прибор, а больше как парапланерный. А на параплане вот эта вот энергетика, когда ты... Ну, вот я сейчас вам поясню, что значит компенсированный прибор, некомпенсированный. Что-то я потерял, ребят. Они ушли туда на солнце. Дальше? Один вижу, второго не вижу. Хорошо. Вот смотрите, друзья, сейчас вариометра вроде как плюс показывает. Оп. Ну, пусть ещё показывает. А вы видели, что ауди, например, не показывала плюс. О, два планера. Вот так круто возвращается. Это несутся быстро, да? Что на хвостах топи-сто не видно? Никак не развяжётся. Хорошо. Вот смотрите, сейчас я опускаю нос. Оуди будет показывать минус. А теперь поднимаю нос. Подъёма нету. Ну, слышите? Оуди показывает плюс. Вот это называется некомпенсированный вариометр, который реагирует на то, что наш планер за счёт сброса скорости набирает высоту и наоборот. А в цифрах это как выглядит? Вот смотрите. Например, я сейчас разгоняюсь. Вот скорость растёт. Вот скорость 200. Высота 2200. Ну, не 2200, а 250. А теперь смотрите, раз. И вариометр на планере не показывает набор. Но высота растёт, вы видите, прекрасно, да? Соответственно, Оуди в этот момент показывает подъём. Это нормально. Вариометр около метра показывает. Оуди тоже потихивает весело. То есть сейчас, если скорость не гуляет, то прибор работает более чем корректно. Я думаю, что его возможно к планеру подключить, может быть, каким-то образом по Bluetooth в системе датчиков и так далее. То есть это, может быть, можно сделать. Но это совершенно не нужно, потому что задача этого прибора не вариометра, в смысле планера, а качественная навигация. С навигацией он будет справляться как минимум хорошо. И вот, обратите, загорелось. РА. У нас воздушное пространство впереди. И он предупреждает, что туда нам лезть категорически нельзя. Ах ты, лапочка моя. Через 1,3 километра оно начнётся. Салон. Да, ROM-U71A. Ну что, делать будем боевый разворот, нам туда нельзя дальше. Ну, точнее, можно, если мы транспондер включим. Но мы этого не можем сделать сейчас. Поэтому делаем вот так. Смотрите, друзья, как я люблю делать. Я сейчас покажу моему... Эть! Другу! Опа! Йоу! Хе-хе-хе-хей! Ну как? Класс! Огонь? Да, это огонь. Очень точно показывает воздушное пространство. Оно всё тут прошито. Ну, прям красота. Оно у меня тоже прошито и здесь, вот. На этом приборе оно у меня есть. Забирай ручку по прямой, лети. Забрал. Но мы говорим о том, что заменяет ли Оуди стоимостью, там, я не знаю, сколько он, тысячу евро, наверное, стоит. Вот этот прибор, который стоит три с половиной. Вот эта вот балалайка стоит три с половиной тысячи. Ну вот как-то вот. Я вам скажу честно, что если бы я на данный момент выбирал конфигурацию этого планера, то не факт, что бы я заказал вот этот комплект приборов, который у меня сейчас стоит. Потому что я потратил на это кучу денег. Ну знаете, как вот новую вещь покупаешь, машину покупаешь. И тебе кажется, что вот без этого машина вообще не поедет. Без вот этих там финтиплюшечек, без вот этой магнитолочки, еще чего-то. Так же и с планером. Ну, действительно, оборудование на него ставится один раз, вроде как теоретически, на всю жизнь. Вот этот комплект, который я покупал, я осознанно его ставил на тот момент. Butterfly развивался очень сильно. Поставил, но в итоге остался недоволен. Недоволен тем, что компания просто встала на месте. То есть она, вот как в 2014 году, вот я эти приборы поставил. Ничего практически не поменялось. В лучшую сторону хотя обещали. И прибор один у меня, передний, сдох. Экран на нем сдох. Я его сдал в ремонт. Он пролежал в этом ремонте с сентября месяца. Мне до сих пор его не вернули. Но я даже могу показать. Вон, видите, в передней кабине дыра от этого прибора. Вот там должен стоять вот такой же дисплей, как здесь. Но он не стоит. Видите, солнце светит на мои ноги. Вот прекрасно видно, читаются оба дисплея. Посмотрите, ну, очень хорошо все. То есть, ну, может быть, знаете как? Хотя под углом, может вот этот экран чуть бликует меньше, капельку буквально. Ну, не существенно. То есть, почти разницы нет никакой. Я ничего не настраивал. Вот как оно включилось. Скорость относительно земли 136. Ну, похоже на правду. 150. Так, смотри, сейчас нужно будет разогнаться энергично, чтобы перепрыгнуть ротор. Разгоняйся до 200 км в час. Чуть левее на 10 градусов. Левее на 10 градусов. Будем перепрыгивать эту гору. Да, вот, друзья, смотрите, достаточно ответственный момент. Я тебя страхую, у меня рука около ручки. Не переживай. И вот так 200 спарим. Ты понимаешь, да, какой, какая турбулентность за этой горой? С учетом, что ветер 40 км в час. Но мы должны пробиться. Если нет, идем направо. Там, где понижение идет. Вот, вот, что, что такое ротор. Ой, блять. Да, вот, давай я ручку возьму. Ну как? У меня на Брисцеле крылья сметели нужно. Да? Да нет, но эта штука надежная. Друзья Кронштейн нашего Naviter выдержал. Все хорошо. Скорость 150 относительно земли. 180 относительно воздуха. Мы прошли хребет. Я беру ручку на себя. Запел прибор. Йоу. Сохранились наши старые треки, я смотрю. Экраном можно пользоваться удобно. Так, а работает ли зум? Оп, работает. Слушайте, офигенно. Ну вот, я могу сказать, что здесь у меня зум не работает. Чтобы сделать зум, не надо сделать вот так, нажать и вот так покрутить. Но сам экран работает вроде когда. А здесь, смотрите, можно и так, и вот так, как на телефоне. Огонь! Ой, я доволен пока. Я, как есть говорю, я с таким летал. И я вижу прогресс реально у прибора, который я не держал в руках, получается, с 15-го года. Так, получается, 7 лет. Потому что я поставил в планер вот эту вот навигацию в Бетерфляй. И мне нужен был второй прибор. И вот я сейчас взял в руки впервые через 7 лет и посмотрел, какой прогресс. Ну, класс! Ребята из Навитера, спасибо! Огонь! Будем продолжать. Я доволен, мне нравится. Но главное, что как-то с этой штукой на пропаде будет прикольно летать. Дороги все отмечены, кстати, это удобно. Видите, здесь у меня дорог. Оп! Дорог нету. То есть здесь карта, на самом деле, видите, с автомобильными дорогами. И это классно по той простой причине, что часто автомобильная дорога является прекрасным ориентиром. Визуальным. Например, можно там приземлиться или еще что-нибудь. Был незабываемый случай. Я вам сейчас расскажу. Веселая история. Однажды я с моим другом полетел к Матерхорну. Была совершенно потрясающая погода. И мы как собирались на Матерхорну, но собирались просто далеко в сторону Монблана. И мне казалось, что я полностью все карты подготовил. А здесь, на вот этом приборе, чтобы я понимал, нужно подключать страны разные. В данном случае надо было подключить Швейцарию и Италию. Потому что информация внутри есть, но она типа не активирована. И каково было мое удивление, когда мы подлетаем, уже пересекаем швейцарскую границу. Оказываемся в Швейцарии. Я хочу найти, где же там этот Матерхорн. А мне карта показывает вообще полную ерунду. Ну, минимум какой-то. Не показывает аэродромов, на которые можно приземляться. В общем, минимальная информация. И я лезу обновлять ее, что-то там путаюсь. При этом в полете это делать крайне неправильно, потому что надо же еще и пилотировать. В общем, я мыкаюсь, тыкаюсь, шмыкаюсь, понимаешь, что нет. Если я продолжу в том же стиле, буду пытаться разобраться с картой, то я, наверное, просто приземлюсь где-нибудь. Я плюнул, сконцентрировался на полете и говорю моему другу Капаеву, говорю, слушай, если ты на Матерхорн хочешь, ищи его. И он по телефону сотовому присосался к интернету, благо сота какая-то была, и по автомобильному навигатору включил, как до вершины Матерхорда добраться. Вот, видите, друзья, здесь дороги отсутствуют, а здесь дороги есть. И вот они, эти дороги внизу, вот под нами, посмотрите. Вот каждая тропиночка, вот, на Витеру за это большой респект и уважуха. Так, продолжим разговор. И я лечу, он показывает мне где-то вот там, а я на Матерхорне уже был один раз с Клаусом. Помню, там такое озеро должно быть, еще что-то, еще что-то. Вроде как какие-то пытаюсь найти признаки. Карту бумажную мы не взяли. У меня же круто, хотя положено, нужно брать карту бумажную. У меня же крутой прибор, все дела. С этой бумажной картой можно было бы, наверное, ну, тоже надо было бы ее представить. Вот сейчас в полете я расстилаю эту бумажную карту, в нее смотрю. Все это мешает, понятно, что раньше летали. Но каждая такая вещь, она мешает сконцентрироваться на том, что ты в незнакомой местности, у тебя, черт-те, какая погода, черт-те, какие-то там потоки. Ты немножко возбужден. Идеально, когда вот приборы способны снять следующее нагрузку. А нас окружают, друзья, були. Так, я буду протягивать против ветра. Видите. В расчете на то, что против ветра сейчас будет чуть-чуть лучше. В сторону дома у нас там просто какой-то штриндец начался. Надеюсь, что он до нас все-таки до шабра не дотянется. Нам такой не надо, да, Капайлот? А? Или ты хочешь хлебнуть лихо? Нет, лихо я уже хлебаю очень приятно. Комбинация моя приборов у меня стоит, потерпляя вот этот прибор, в свое время он мне очень нравился, потому что он очень точно относительно планера считает ветер. Здесь я потерпляю, могу сказать, только респекту Важуха. Вот за это я его и полюбил, и купил. Но вот этот вот девайс стоит полторы тысячи евро, сам блок. Плюс к нему стоит полторы тысячи евро блок дать сенсоров. И потом, допустим, три с половиной стоит такой дисплей. И в передней кабине все то же самое. Поэтому оснащение современного планера, конечно, практически деньги. А теперь берем ситуацию, что я купил планер за две с половиной тысячи евро по цене проплата. Старинный, 1962 года. И, естественно, я буду летать вот с этим прибором. В этом планере просто закреплю его на кронштейн, на фонаре. И будет у меня прекрасная качественная навигация. Да, скорость, конечно, цена на дрова. Ну и пес с ней. Друзья, ну что, можно считать, что это все и хорошо. Я сразу же встал в поток. Вот как это красиво. Я не знаю, с какой скоростью я лечу сейчас. По GPS это 95 км в час. Ну, по ощущениям я больше сейчас летаю. Сейчас попробую его на штопор, этот планер. Ну, как бы и все, и пес с ним. Будем летать без скорости. Ух ты ж ее, когда штормит. Ай! Буквки читаются, друзья, на приборе. Экран очень высокого разрешения. Мне, кстати, кажется, что экран вот этого прибора имеет более высокое разрешение, чем экран этого прибора. Возможно. Надо посмотреть, даже будет характеристики. Мы можем, видите, вернуться в место, где набирали. Сохраняется наша вся информация. Это довольно удобно. Это причем можно отключать. Я на вот этом вот приборе отключал, потому что иногда ты летаешь, у тебя избыток вот этой вот траекторной информации. Поэтому можно включать, можно выключать. Я думаю, в настройках я еще полажу. Я специально, друзья, взял прибор. Абсолютно... А, кстати, вот солнце вышло. Посмотрим еще раз. Включат солнце. Есть ли разница у нас в восприятии картинки. Вот одна картинка. Вот вторая картинка. Ну, прекрасно. Что в носу? Дельта-индия. Ну, аэродром дождем накрыл все-таки? Угу. Сколько я понимаю. Ну, что ж, друзья. Вечер перестает быть томным. Наш аэродром таки накрыл дождиком. Да. И вопрос, придет ли этот дождь сюда. Хочется верить, что нет. Будем стараться держать максимальный запас высоты. Знаешь, куда попробуем? Попробуем против ветра пройти. Видишь, у тебя гора с антеннами, левее осадков. Попробуем прорезаться между осадками вперед. Да, вот таким курсом, да. Окей. Как ты себя чувствуешь и как вообще настроение? Я давно себя так хорошо не чувствовал. Да, то есть ты тачишься. Это вот в жизни что-то новое все-таки случается. И вот это то, что абсолютно новое. Полный гигей. Без керосина. Ты меня на этот наркотик сейчас подсадил. Ты сейчас ты будешь виноватым. Да, я это хорошо. Я потрачу все деньги на какие-то планира, там, курсы. Это полезная штука. Как это? Приходите к нам. Мы вас совратим. Научим плохому. Ну, между тем, сейчас давай-ка 180 уже, наверное. Я закрыл, на единичку переставил. Будем пробиваться вперед. Радуга. Радуга. Радуга, радуга. И мы оттуда в ротор летим, наверное. Так все хорошо. Мы оттуда в уровне вершины, если что. У нас сейчас зона отстоя, я всегда шабр. То есть, мы там всегда можем отвисеться, отсидеться. Понимаешь? Так что можно не бояться. Аэродром чистый? Да, аэродром чистый. Мы на шабр можем всегда по ветру сместиться. Я думаю, сейчас на этой горке все-таки что-то возьмем. Очень мне нравится, как отрисовывают, друзья, картинки на Виттере. Видите, все... Ну, здесь тоже можно линию настроить более тонкую. Но вот прям четкая такая красивая картиночка. Не знаю. Экран явно хорошего, явного разрешения. Потому что вот циферка 36 ветра сейчас. Вот эти вот изобары. Вот эти все изобары. Как это называется линия склона? Изогипсы. Ну, изогипсы, да? Вот. Ты еще и разбираешься в картографии? Я 10 лет учил географию в университете. 10 лет? Да. Видите, грязь, ты географ? Ну, метеоролог вообще-то. Метеоролог? Ну, вообще. По образованию. Круто. Так, ну что, что у нас тут плохого? Вот в университете я сейчас ничего не скажу. Не спрашивай. Ну, мы сейчас в ротор заходим. Вот у нас впереди гора. В роторе от нее сейчас, по идее, должен здесь быть поток. Я на него, собственно, и рассчитываю. В роторе поток? Да. Целенаправленно лезу в жопу. В задницу. Будем быть акокультурно. Минус 5, кстати, у нас, да. Ну, и, наверное, да, будем сейчас как-то из этой задницы выбираться как-нибудь. Да, неприятненько получилось. Так, а что делать? Назад нам уже не дотянуть? Да вот. Назад вроде как и затянуть. Ну, хотелось бы чуть-чуть еще подумать. А в планиризме, ты сам понимаешь, думать иногда некогда. Да, я вижу. Надо что-то делать. Вообще-то мы с досягаемостью аэродрома. Мы же не хотим сразу на посадку. Поэтому давай. А ты на посадку собрался? Нет, я думал, ну, там гроза, там все, облако прошло. Я думал, ты уже к аэродрому потягиваешь. Нет, нет, нет. Мы же планер, мы же... Вот, видишь, у пилота самолета сразу вот прошло напряжение. Да? Что мы досягаемостью, я вижу аэродром. Я вижу аэродром, я вижу полосу. Хорошее ощущение. Тут увидеть аэродром очень понравилось, конечно. Потому что мы долетаем, мы, если что, мы там. Для меня нравится, что сейчас есть энергия. Туча, видишь, отсосалась, рассыпалась потихонечку. Мы до Шабра долетим, вот у нас 1800 метров. Ну, давай сиганем. Ты увидишь, как прекрасно планер дотягивает на малых высотах за Шабра и даже там что-то может. Шабра это тот, на который мы постоянно торцем, да? Да, давай. Давай. Забирай ручку, опускай нос вниз, разгоняйся до 180. 180. Давай, погнали. Эгегей. Не экономим. А мы не перелезем через 100 или перелезем? Конечно, перелезем. Никаких проблем. У тебя же штука битмоторная. Эгегегегей. Слева камера. Можешь что-нибудь сказать. Будет записывать. Не будет записывать. Будет. Такое шумо. Я сейчас чувствую себя пилотом истребителя. 219 километров в час скорость. Качество 25 у тебя сейчас. 25? Да. Точка Таеков, это где я включил прибор, это впереди гора. Для нее получается 8-9 километров. Прибор, причем, вот сам все сделал, я ничего не настраивал. Я из коробки его достал. Только что подключился, зарегистрировался. И мне уже, кстати, пришел привет от компании. Сказали, о, все, видим, что прибор активирован. Прибор, эгегегей. Ну вот я и летаю, эгегей. Ну не я летаю. Вальдос летает. Вот это, что пронесется через вершины. Высокие. Скалы глубокие. Небольшая турбулентность. При турбулентности просто старайся не делать резких движений ручкой. Ты понимаешь, да, что ты можешь сам натворить делов, что будешь макать ручкой. Ну мне просто хочется скорость уменьшать чуть-чуть, когда там уже сильно. Ну хочешь уменьшить, зеленый сектор. Ну можешь до 150 уменьшить, уменьшить немножко. Причем, видите, воздушная скорость у нас сейчас 150 км в час. Относительно земли у нас скорость 197 км в час. То есть у нас дует достаточно ощутимый ветер. А ты уверен, что шаур будет работать? Он вот на этой высоте. Конечно! Я тебя сейчас еще лучше сделаю. Я тебя сейчас высоту сброшу. Давайте-ка, чтобы доверие между нами возросло, друзья. Посмотрите, что какой гадость я сейчас сделаю вайдерсу. Он, конечно, когда меня учил, он был более корректив в действиях. Он не так не делал. Он очень хороший инструктор. На том, чтобы летали, не было воздушных тормозов. Ну, а тебе нравятся воздушные тормоза? Я еще не знаю. Я вижу их, но... Ну, видишь, мы потихонечку снижаемся. Я хочу просыпаться до высоты, чтобы вы пришли ниже склона. Чтобы тебе было пострашнее. Прошел? Вот, друзья, гора. Опускаемся пониже. Мы подходим к склону, и я попытаюсь выпарить. Ну, ветер достаточный. Дул. По крайней мере, раньше. Я хочу уверить в то, что мы сможем выбросить отсюда. А пока мы не тёмся мордой в склон. Я думаю, что неприятные ощущения сейчас моего Копаева-то. Ну, ничего страшного. Вот мы как красивенько вдоль склончика шпарим. А? Ну что? Волков! Охуенный инструктор! Да? Вообще. Как это? Зато ты понимаешь, что сейчас полетаешь чуть-чуть, и потом поймешь, что вообще ничего не страшного в этой жизни нет. Согласен? Ну, сейчас я ещё во форточку высину руку. Как это? А он в это время ещё и снимает, да? Эй, гей, гей, гей! Ох, как... Блядь! Поверь, эй, гей! И мы на свободе высоты! Лишь выше склона уже. Йо-ху! Йо-ху! Пауэр! Ха-ха-ха-ха! Эй! Попольно! Попольно! И вот мы всю-всю энергию съели, которую могли по низам. А теперь можно поверхами её кушать. Видишь? Мы прям заправились энергией. Ну, курс очень хороший. Как для человека, ну, летающего первый раз, вот, набирающего энергию откуда-то. Да, очень хороший курс. Да, сейчас уже... Ты теперь ничего не боишься уже? Нет, ну, я и так бояться-то зачем, но... Сейчас я более-менее понимаю, что можно делать, что нельзя, потому что, ну, на самолёте же так не делал бы. Ну, вот это мне понравилось вдоль стенки, вот, то, что там можно вот так вот лететь и знать, что точно там что-то будет, потому что есть ветер, он никак не выключится. Это мне понравилось. Да. Да. А сейчас есть ещё и облака, есть ещё то, есть ещё сё. Поэтому... Ну, это всё надо читать, это всё надо знать. Да, 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 ну, вот это вот всё, и в этом уже всё и выучимся. Вот, друзья, смотрите, вот сейчас сколько траекторий у нас и от предыдущих полётов, и от текущего. Несправно. Здесь меньше, потому что режим исчезает ещё. Крапочек и пупочек. Смысл в том, что рабочая высота от склона, на которой мы можем ещё выкарабкаться, вот нашего того, 1100 метров, у нас сейчас 1470. 300 метров высоты у нас есть для того, чтобы туда доползти. А-а. Ну, а ползти мы, по-моему, этим склоном будем. А на какой высоте ты будешь у склона, у тебя там показывает что-то, или ты так, по опыту? По опыту, по ощущениям. Ну, так, конечно, я не люблю сам летать. Могу тебе смело сказать. Сжимается капельку, да? Нет, у меня вообще-то нет. Ну, планеристы малые высоты не любят, скажу тебе честно. Я знаю, что у нас и мотор-то есть, в случае... Нет, слушай, мотор сейчас запускать, это последнее дело. Мы потеряем кучу времени на это и... То есть, мотор... Не надо на мотор рассчитывать. То есть, есть золотое правило, что когда ты летаешь на планере, ты на мотор рассчитываешь, что ты заходишь на посадочную площадку, какую-нибудь поляну, грубо говоря, вот ты решил, что всё, и ты сейчас приземляюсь я вот здесь. И вот если так из этого исходишь, если ты так летаешь, то полёт нормальный. То есть, вот на таких высотах, если ты не знаешь, первый раз оказывается не стоит. Ну, да. То есть, нужно обязательно понимать, что ты делаешь. То есть, я понимаю, что работает однозначно, будет работать шабар, и я к нему вернусь. И я сбрасываю до той высоты, которая вот позволяет мне с неким запасом метров 200 там выкарабкаться. Значит, красная лампочка у меня там мигали не зря. Не, ну не зря, конечно, да, что правильно мы идём. Посадочных площадок нет. Ну, вот это внизу поляны, это для планера вообще нереальная скука. Ну, вот я здесь сколько набрал? 100 метров я набрал, то есть, мы были 1450, стали 1550. И сейчас мне, зачем я здесь набрал? Ну, чтобы не обходить горку, которая по центру долины запчит. За ней там опять же ротор какой-то. Ну, да, и поэтому лучше здесь верхом пройти. Хотя мы могли бы пройти низом, пришли бы низко по хребту, и было бы не очень страшно, но чуть веселее, чем сейчас. Забирай ручку. Забираю. Вот таким курсом, скорость 140. Сейчас посмотрим, пройдём мы вот здесь перевалчик этот или нет. Потому что мне здесь самому непонятно, пройдём или нет. Если склон будет работать, пройдём. Если не будет, не пройдём. У нас сейчас скорость, запас какой-то. Ну, да, то есть, я просто иду. Я знаю, что я могу нырнуть, если что. Ну, вот, видишь, склон немножко работает, поэтому низко тихо не будет, соответственно, можно не париться. Ну, вот, покайпани за одного склона полетай. Как тебе? Ну, вот так. Не, вообще-то класс. Ну, это, конечно, параплан только со скоростью 150. Ну, да. Параплан со скоростью. А я, друзья, включил настройки прибора, а то, что мне стыдно. Я вам показываю, как он работает, а ничего не знаю ещё. Поэтому сейчас немножечко вайдос поднимется повыше. То, что я займусь игрушкой своей новой. Отлично. Всё. 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 И всё дальше вдоль склончика выпариваю под облака. Погода всё веселее и веселее. Зона осадков у нас формируется впереди очаг. Справа у нас на аэродроме подрассосалась. Я нашёл, на самом деле, прекраснейшую штуку. Посмотрите. У меня на Оуде показывает зону осадков. Он сейчас связан с космосом. Ну, шучу. Не с космосом. Он связан с... По сотовым данным получает информацию. Вот, смотрите, вот где с жёлтеньким. Вот подсказано, где осадки идут. Вот осадки, вот осадки, вот осадки. То есть, всё это есть. По идее, конечно, всё это может быть на таком приборе. Но вот на этом конкретно такого быть не может. Потому что, ну, может уже его апдейтили как-то, что может быть, какую-то антенку к нему нужно. Модуль, куда вставить карточку. Но здесь уже всё есть. Вот здесь вот снизу сим-карта. Мы сейчас в интернете. Вот сейчас хорошо видны вот эти все осадки. Видите, как красиво масштаб меняется. Вот прям до размера планеты. О! Хе-хе-хе, красота! И видно, где дождь идёт. Ой, ля-ля-ля. Я вообще забрался куда-то, не туда. Ну-ка, оп, вернись. Назад. Удобно, конечно. Очень всё удобно. Нравится мне. Так. Так что ещё хотел вам показать? Смотрите, какая классная, какую классную штуку нашёл. Понятно, что я здесь забил сюда себя уже. А вот это вот мне очень нравится. Рядом посадки. Оп. И смотрите, какой список аэродромов ближайших. Ну, вот, например, наш аэродром. Я на него нажимаю. И он показывает, что до нашего аэродрома нам нужно повернуть на 126 градусов. Расчёт на качество должно быть 40. Расчёт на качество. Чтоб мы тут летели. Ну вот, цели слабать и манселлён. Это не наш аэродромчик. Всё. И я теперь знаю, что разворачивались. А ты хочешь по досадке зайти? Ну, зайди, зайди, да. Нет, я просто жду команду разворачиваться. Ну вот эти все окошки естественным образом настраиваются. Я ещё просто это всё не настраивал. Но в целом, конечно, прям огонь. Иконка дождик. Как настроил дождик, так и дождик пошёл. Дождь пошёл или это снег у нас? Чувствуешь, сыпет на нас? Да, сыпет, но не остаётся. Это, наверное, снег. Это и крупа может быть. Может, поворачиваемся оттуда. А зачем? Мы же напланили. У нас всё это на моторе, на самолёте. Отполируют? Отполируют. А нам-то пофигу. Напланили, друзья. Любая вот эта вот... Ну, смотри, на передней кромке прилипает... Лёд прилипает на кромочку. Не лёд, а вот эта вот кака. Так что, конечно, сильно злобствовать не стоит. Давай так чисто поржать сходим, посмотрим, что дают. Под вот тем страшным облаком. Мы же можем. Мы же планер. Опускай нос, бери ручку. Беру. 180 км в час пройдёмся по прямой чуть-чуть. Наши осадки слишком слабые, чтобы их показывало. А вот более глобальные показывает. Отличная функция. Мне эта функция очень нравится. Мне её реально не хватало. Поехали направо. На камере села батарейка. Остался 1%. Но я вам не могу показать, к сожалению. И я знаю, что здесь есть порт USB. И можно через USB зарядить камеру. Вот так. Сейчас буду заряжать. А то где батарейку камеры. Красота. Ещё и пауэрбанк. Огонь. Держалка вот эта в меня вселяет всё больше и больше радости. Прекрасно. Прекрасно телефон закрепился. В таком варианте, конечно, на телефоне тоже видно всё неплохо. Но, не знаю, экранчик Audi. По-моему, и не то, что не уступает, а превосходит экранчик айфона с точки зрения, не знаю, читабельности. Здесь на Audi ярче проработан рельеф. То есть, ты вот эти все горочки прекрасно видишь и прекрасно понимаешь, где склон. Такой крепкий, надёжный, офигенный кронштейн. Просто балденный. Ребята из Naviterra, это вот кронштейн выше всяческих похвал. Это первый кронштейн за всю историю, который реально держится. Смотрите, я сейчас буду его... Реально крепкий. Я объясню, почему. Потому что, когда на планере поднимаешься на высоту 5800, у нас разрешено, то замерзает стекло, и вот эта репучка держится обычно за какого-то количества воздуха. Ну и, в общем, всё это замерзает, дубеет и отваливается. То есть, вот этой прижимной силы присоски не хватает. Здесь, мне кажется, и присоска сделана очень грамотно. Ну, по крайней мере, вот сейчас работает прекрасно. Посмотрим, как будет дальше. Вайдес шикарно фигачит под грядой. У нас, друзья, мы на шабре долетались, решили куда-нибудь ещё слетать. И летим сейчас в сторону аэродрома, по центру нашей долины. Периодически приподнимает планер. Используйте вы на самолётах такую штуку. Использую те, кто знают. Кто хоть общался с этими планеристами, хоть чуть-чуть, те знают, что такое небесная вот эта улица. И экономят топливо, да? Да, и экономят топливо, и лететь можно быстрее. Ну, вот так, кстати, получается, что ты на каких-то фиксированных оборотах двигателя можешь экономически с одной стороны летать, или скорость увеличить. А мы подлетели, у нас впереди наш аэродром. Сейчас мы сделаем таки перелёт к аэродрому нашему, чтобы, давай, успокоиться, что мы до него всегда долетаем. А то он весь полёт, ну, не нервничает, но... Я постоянно смотрел в ту сторону, и вот так... Да, как-то в аэродром. Ну, вот сейчас взглядаем, увидишь, как он. Я над ним издеваюсь, друзья. Я вижу искреннюю радость человека, который привык тратить топливо на полёт, а теперь не тратит. И балдеет. Балдеешь же? Ты в курсе, сколько мы летим вообще во времени? Какая разница? Ну, разницы никакой, но просто ощущения. Ощущения? Ну, мы летаем часа полтора-два. Мы летели, уходили ниже облачности, а сюда пришли, видите, уже на одном уровне, к облакам, у облаков. Но это не только за счёт того, что нас под грядой придерживало, а за счёт того, что здесь кромка облаков ниже. О, а может волна? Дай-ка ручку. Сейчас, друзья, проведём один маленький следственный эксперимент. Клаус говорил, что глубоко теоретически может быть волна сегодня. А там, где глубоко теоретически, там и практически может быть. Ой, как красиво. Обожаю такие полёты вдоль чего-нибудь. Нет, волны нет. Обманул я тебя. Обманул. Это Клаус тебя обманул. Нет, ну он редко обманывает. Нет, ну он и говорил, что дуть сложно по ряду причин. А атмосфера слишком нестабильная. Из-за этого есть, я знаю, одно хитрое место, где ещё может быть, могут быть вздательность приключения. Разгоняйся до 150 и прямо по курсу. Видишь, облачко такое с шапочкой? Шапочки есть. Вот на этот склон дует ветер. Надо понимать, что дует он практически параллельно к крипту. В этом месте лобик склона может работать немножко. Плюс это совпадает с зоной ротора от горы, которая впереди. И склон, который впереди, вот сюда выбрасывает довольно удачно часто энергию. Пока мы довольно ядрёно идём вниз, это нормально. Который, это грустно, обидно, досадно. Ну ладно. Вот, раз. За счёт скорости, которая была 200, я, видите, вылезаю выше склона. Проверяю, дают ли хоть какую-то плюшку здесь. Вот на этой вот наветренной части склона. Дальше параллельно склону ветера. Вот эта часть чуть-чуть, видите, доворачивает. И на ней какая-то штучка-дрючка есть. Ну просто, насколько это всё вбирабельно, от слова взять. Ой, то есть главное что? Главное чуять, где это вот хранится. Ну понимаешь, что я сейчас выгляжу в твоих глазах очень умным. Мне от этого, конечно, очень приятно, но поверь мне, я тоже это научился не с первого раза. То есть я много раз пробовал. То есть здесь есть фокус в том, что ты получаешь базовые знания от книжек всяких там. Ну ветер дует так. На этот склон должно, значит, дуть. И типа будет поток. Но только вот видишь, ветер сейчас по прибору 40-39 км в час в левый борт. Ну то же самое нам наветер говорит. Вот. И здесь по хребту ветер дует фактически параллельно этому хребту. Но что-то работает так? Да. Но есть вот эти внизу предгорья и так далее, и то подобное. И по опыту я знаю, что здесь очень узкая зона есть. Варенье, как правило, в такую погоду. Вот сюда можно пролетать. Почему так получается? Ну потому что вот определенным образом внизу линейопечу расположен. И главное, что есть контрсклон. Вот горка, которая вот прямо по курсу сейчас. За ней образуется ротор. Воздух там падает вниз, потом вверх, потом вниз, потом вверх. То есть существует такая вот как бы волновая структура. Которая вот примерно здесь дает отскок вверх. И это исключительно опыт. И это причем не всегда. Мы же с тобой полетели, я тебе говорил, что может будет, может нет. Как с динозавром. В книжках это точно не прочитаешь. Да. Но зато если мы здесь выберемся, мы можем дальше в следующую систему, в следующий отскок сходить в сторону Апотра. И посмотрите, а вдруг все-таки действительно будет волна образовываться. Чем ближе вечер, тем больше шансов, что волна будет. Потому что будет немножко успокаиваться вот эта вот нестабильная атмосфера. Которая сейчас еще и кипит вот этими вот дождями. То есть вот эти дожди, осадки, вот вся эта гадость, она волну убивает. Она ее разбивает. В общем, ничего хорошего не получается себе. Но мы верим в то, что волна в перспективе будет. Но я сейчас понимаю, почему вот столько народу здесь именно обитает. Это структуры же, горы такие. Ну, горы такие, да, определенные. Видите, мы сколько витков нарезали. Между тем мы добрались уже до облаков. Вот видите. А то и выше чуть-чуть. Да, выше облака. Ну, потому что я знаю, что перед вот этой конструкцией как раз есть восходящий поток. Мы сейчас, в принципе, можем ходить вдоль этого облака и лезть вверх. Вот здесь как раз навигация очень помогает, потому что я картинку вижу. Весь свой предыдущий трек. Увязываю его. Так, здесь я тоже вижу предыдущий трек, видите. Увязываю его со своей идеей. Что я здесь ожидаю? Ожидаю я здесь волновой отскок. То есть мы сейчас с тобой попробуем в волну попасть. И убеждаюсь, что что-то тут есть. Что-то здесь не чисто. Вот ты, Лаки Мэн. В один день все. Хорошо вчера бегал, наверное. Да, не думал про это. Очень хотел. Очень хотел. Ну вот, смотри, как классно. Вот как можно выше облаков забраться. Ты понимаешь, да, что это уже не динамический восходящий поток ни в коем разе. Не то, что там отразилось от горки и так далее. Это уже именно, по сути, волновая структура. Я бы думал, что горка все-таки. Хорошо, когда есть кто-то объясняет. Нет, нет, это точно совершенно не горка. Я не знаю, насколько мы сможем подняться выше этой всей конструкции. Потому что волна достаточно неустойчивая. Почему она сегодня неустойчива? Потому что очень сильный поворот ветра идет. То есть шел. То есть по утреннему прогнозу ветер был не сильно удачный для волны. Но ближе к вечеру все будет улучшаться. Вот сейчас, видишь, мы набрали 2150 метров. Какому-то, можно сказать, магии. Давай я сейчас на камеру чуть поговорю. Не хватит, что мы сейчас сейчас с Игурой Воку седим ее на дикторе. И скрыдом вверх. Паркетельный замок, когда я взялся камеру, а потом заработал. Возвращаясь, что это бежит. Бежит, что это бежит. И сколько мы всегда были в них, что мы их не можем. Но я тут что-то не буду делать, чтобы я почитал, как орал и вершу. Как бы ледился в землю, как бы что-то шокова, когда вершу вверх, выроси банков. И теперь я использую то, что это бежит. И вот этот вид был не такой вид. А сейчас это не просто клинка вверх дебесу. Мы уже подошликом вверх дебесу. Я буду читать Naviter-талисманом, потому что сегодняшний полет был частичный для того, чтобы поставить, что это за прибор. Я полетел, как всегда, как видите, в шортах, несмотря на то, что в горах снега лежит, ну потому что было вроде как тепло. И мы взяли волну и уже выбрались на 3 км. Вообще фантастика. Просто. Самое интересное, что вот, смотрите, нам прибор показывает зону осадков, и эта зона осадков, вот она, впереди, где-то там. И нам совершенно по барабану, что там идет дождь, потому что мы выбрались выше облаков, и дождь идет где-то под нами. Вот так можно. И такое, кстати, бывает. Мы часто летаем долго на север. Ну это же просто праздник какой-то. Да? Да ты был достаточно вредным, чтобы им рассказать, что ты волнен сейчас. Не, я просто сказал, что если кто-то еще хочет. Ну и немножко капельку вредным, да. Ну что, погнали, поищем волну впереди. Друзья, сели камеры. И мы летим уже, снимая на телефон. Проскакиваем над облачностью. Но красиво. Пробиваемся против ветра, будем искать следующую волну. Я примерно знаю, где она может быть. Попробуем. Как красиво радуга бежит по облаку. Кольцевая. Гала, Глория, я их всегда путаю. Да. Ну и мы как это? Лезем в ад. Добро пожаловать в ад. Вот здесь или пи***ь даст, или вверх пойдем. А может и вверх не пойдем и пи***ь даст. Как говорится, очень много вариантов. Впереди источник. Мы на него идем. Но не факт, что здесь будет дырка, чтобы мы попали, вышли выше облаков. Здесь щели нету феновой. Оп. Здесь. Небольшая щель есть. Вопрос, можем ли мы здесь, как говорится, закрепиться на этом плане по армии. Вау. Вау. Вот так, друзья, это выглядит. Вот такой вот облачный капкан мы идем. И Вайдас, я чувствую его мысли, он абсолютно прав в мысли, что этот мудак в шортах нас куда-нибудь заведет сейчас. Но я думаю, что он на мне доверяет. И я его довез до волны. Опасность этой ситуации... У тебя даже слов нету? Ну, видишь слова, мне нравится все то, что сейчас происходит. Ну, спокойно. Ну, спокойно. Просто мы, когда шли ниже, было все непонятно, будет ли здесь подъем. Облака практически смыкаются, друзья. Мы высоту сбросили до двух с половиной тысяч. Я прогнозировал, что здесь будет волна. Но одно дело прогнозировать, а другое дело ее точно взять. Ну, и not so bad, как говорит Клаус. Оба прибора мне показывают, подсказывают, видите, я прямо рисую восьмерочку такую характерную. То есть сейчас без навигации это делать можно. Вы смотрите на землю, привязываете себя к какой-то точке, но вы все прекрасно понимаете, что делать это намного сложнее. когда ты одно дело привязываешь себя к точке, а другое дело смотришь на экран навигатора и понимаешь, что ты в нужном положении относительно вот этой вот восьмерки. Сейчас можно даже не смотреть уже на облака дальше, а по восьмерке работать. Ну, я, конечно, утрирую, но... О! Навитер, мечтал ли ты прибор, который мне достался, что будешь летать так в первый же раз, в первом же полете, друзья? Unbelievable! Невероятно! Наша задача подняться сейчас повыше, и мы ее будем активно реализовывать. Скажи, пожалуйста, как тебе магия? Да, вот это я сейчас понимаю, что такое магия. Насколько тяжело там все перед этими склонами, там надо работать, искать все, чтобы хоть что-то выиграть. А здесь вот все спокойненько. Сейчас я себе цитул на боинге. Сейчас вот только что вперед кто-то посадит. Да, на боинге? А, ну да, ну, собственно, одно из свойств волны, то, что это очень ламинарное такое течение. Я сейчас скорость сброшу до 90 км в час. И мы сейчас, в принципе, вообще можем зависнуть. Скорость ветра нам показывает один прибор 37, а Навитер показывает 38. Ну, все достаточно точно. Знаете, друзья, какой хороший все-таки Навитер получается. По ветру не врет. Показывает все красиво. Показывает, вот она, зона осадка впереди. Вы можете наблюдать. Вот вы наблюдаете, что там, да, если на такое посмотришь, понимаешь, что где-то там действительно, да, зона осадков. Сейчас мы еще к Пикдебюру, вот к тому облаку дойдем. Вот там ты получишь самые яркие эмоции за сегодняшний день. Мне надо набрать хотя бы 3200-3300 для этого. 5 часов вечера у нас. Я, как видите, разделся до гола. Почти. Я снял покупку. Не потому что мне жарко, друзья, а потому что у меня попа замерзла. Обычная летая у меня подушечка такая специальная. Но эту подушечку я плане раздавал в аренду. Убрали. Ну, и я что-то с утра думаю, да ладно, ну, не с утра уже днем. Чуть опаздывали, думаю, песню не буду эту подушку искать, полечу без нее. А без нее попа мерзнет. Я снял покупку, положил ее под хвост. Вот сейчас чувствую, как теплеть начало. Разгоняемся. Погнали. Друзья, мы набрали немножко высоты за пасеком и попытаемся взять следующую волну у Петебюра. Возьмешь ручку? Конец зеленого сектора, 180, шпарим. Только что Вайда спросила, где Альпы? Альп говорит, летим-летим, а Альп нету. Ну, действительно, Альпы здесь все ниже, чем облака, поэтому большие Альпы у нас находятся прямо по курсу. Ну, туда потихонечку двигаемся. Погода бомба. Попробуем сейчас вот эти тарелочки пощупать. Тут для начала нужно взять волну на Петебюре. Ну, теперь смотри, посмотри на Петебюр, как с него падают облака. Вот. Видишь, как они падают вниз? Не знаю, я до Петебюра. Петебюр вот эта гора большая. Видишь, как они падают вниз, эти облака? Ты теперь догадываешься, что где-то переделась забыть волна. Но мы, кстати, в нее уже вошли. Мы идем к этому облаку прямо по курсу и находимся с левой стороны от него. Представь, что он горка. Вот тебе нужно прямо максимально к нему прижаться. Так что сейчас визуальное прям восприятие волны идеальное. Облака типут Петебюра падают вниз, проскакивает положение на равновесие воздух, отскакивает вверх и образует вот в этом месте уже волну. То есть вот так вот. Чпунь! Чпунь! И вот в этом чпунь вверх мы сейчас попьем вверх. Оп! 120. Прямо конгаж вверх! Прямо на скорости столь сейчас лети. Красота! Магия! Магия, друзья! По-другому этим словом не скажешь. Два наших вверх прибора показывает, что творится за бортом. Я вижу, как зашкаливает варионетр и вообще ушел куда-то. И так даже не очень верится. Тебе что-то не верится во что-то? Нету визуально нельзя увидеть, как мы взлетаем. Хотя мы взлетаем так как бы не имели такого набора возле гор. Ну да. Сейчас приготовься влево вираж делать. Между тем на осреднителе у нас 5,8 метров в секунду. Стрелка вариометра лежит. У тебя с левой стороны прибор показывает. На Audi я не настраивал еще ничего. Но он тоже, я думаю, рад так полетать. Поехали налево. Слушай, я даже снимать сегодня не собирался. Думал, ну какой-нибудь полетик получится такой унылый. А тут такая юга-гу-гу-гу-гу. Красотища, друзья. ну вот посмотрите какая-то конструкция. И сейчас мы вдоль этой юга-гу-гу-гу-гу полетим вверх. У меня все камеры сели. Вот это село. Десятка села. Батарейки сели. Шнуры я забыл заправляться. Но поэтому я с телефона снимаю. Может быть хвостовая камера будет что-нибудь все показывать. Так что лучше, как говорится, когда камеры не работают и есть красивые виды, чем когда камеры работают и красивых видов на посадку все пошли. Вот блин. Ты представляешь, что только летать сегодня, рубиться и пойти на посадку. Я даже хотел бы им сказать, что волна, друзья. Ну, боюсь, я их обижу. Скажи, что-нибудь хорошее. Как твои ощущения? Ну, вот сейчас реальность ушла совсем уже. Я понимаю, что это творится что-то такое, что обычно не творится. Ну, есть сельмяждая правда в твоих словах. Я не знаю, как себя чувствовать что-то, ну, просто опа, что-то. Воин, симулятор, все спокойно, аэриометр на пределе. Там внизу пик-дебюр, на этом пик-дебюре свежий снег лежит. Не знаю, видно он или нет снег. Не видно. Не знаю, полезем мы или нет исследовать одинокие облака, которые вот справа остались и так далее. Все может быть, и все быть может, лишь того не может быть, чего на свете быть не может. Прям вверх. Магия. Ради этого стоило стараться. Да? Теперь это в космос. Это вот то, что видят они из этой международной станции. Ну, ладно, это международный. Завтра мы с тобой возьмем кислород и полезем выше. Там будет точно международная станция. А сейчас тут какие-то жалкие 4000 метров. Ни о чем. Если бы я не понимал, как летает самолет, я бы... Ну, да, но это тысячи. Я вообще-то понимаю, что бы это для удастов и снижал от этого есть. Это есть, да. Это есть полет. Да. Я думаю, это один из первых олди N, который забрался на такую высоту и летает над облаками, друзья. Ой-ой-ой-ой. не в ту сторону повернул. Разворачиваемся. Надо выскочить. Да нет, какая дырка, я просто загляделся на прибор. Оп. Сейчас, раз, выскочили. Опять прям вверх. Друзья, к нам присоединился еще один коллега. Вот зачем вам нужны эти все флармы, шмармы? Потому что трафик. Вот он у нас прямо по курсу. Но сейчас должен точно видеть. Оп. И сейчас задача его поснимать красиво. Я уменьшаю скорость. И сейчас попробуем пройду на дне. Не дернет нормально. Оп. Мы с ним разошлись. Оп. И вот мы с тобой пойдем дальше прямо по курсу. видишь, облака висят. Там волну следующую взять. Готов? Выпускай нос, разгоняйся до 180. Конец зеленого сектора. И погнали вперед. Снизу характерные облака. О! Нолики. Место, где мы до этого волну брали. А ну вот, смотрите, за вот этими всякими облаками дальше. Видите, висит облако за крылом. Вот там мы брали предыдущую волну. Здесь мы хотели взять следующую, но ее пока нет. Очень красивая конструкция сзади стоит. Ну попробуем все-таки пробиться еще вот сюда вперед. Может быть, там волну возьмем. Забирай ручку. Опять 180. Пройдемся немножко. у нас наверно навигатор сейчас красивые кадры показывает как вы видите зону осадков на два часа относительно нашего курса. Ну смотрим. Ну где-то там да. Похоже на то. Идет дождь. Это сейчас не столь актуально, а это будет актуально, когда будут всякие грозы и прочее на соревнованиях. Тогда будет более тем актуально. Но мне интересно, что я в первый же уже навитера освоил очень хорошо. Я доволен. Теперь моя приборная панель это просто какой-то праздник. Да? Так. Между тем впереди по идее должна быть волна. Если ее нет будем отступать. О, снизу какие-то блязные озера. Сирпансон сзади. Это обычное какое-то другое озеро. К сожалению волны нету. Снижаться мы дальше не можем. Давай посмотрим куда мы можем ломануться так, чтобы и самим дальше не испугаться и в облаках не заблудиться. Ну вот нам бы перепрыгнуть через облачную конструкцию и рвануть. Слушай, вообще все плохо. Нам сейчас вот сильно между облаками, потому что нырять под облака я точно не хочу. Вот вечер перестает быть томным кстати. заигрались чуть-чуть мы. Ключ авиагоризонт на всякий случай. Там есть дырочка, мы через нее пройдем, но да, как-то так я рассчитывал, что пойдем мыли. А, вот все нормально. заслоняли облака, непонятно проскочим мытись или нет, проскочили. и сейчас просто прямо по курсу попробуем, видишь над нами висит какая-то конструкция выше. Вдруг там волна, а если ее там нету, то мы просто обойдем пик-де-бюр красиво и куда-нибудь в сторону дом рванем уже. Приборная панель, работает авиагоризонт. Еще вот этот прибор я могу включить. Тогда будет два авиагоризонта. А то у меня будет не планер, а просто сборище приборов. Вот этот прибор дублирует вот эту всю систему butterfly, потому что несмотря что приборов много, блок сенсоров всего лишь один. И поэтому заработал второй авиагоризонт. И я использую два авиагоризонта плюс компас в этом случае можно по компасу отсечь неисправный авиагоризонт и работать поисправному. Если начинает глюч первым делом начинаешь по компасу смотреть все ли работает хорошо. Волны у нас нету, поэтому бери ручку, просто наслаждайся. Озеро Серпансон слева на 11 часов кстати, но тебе оно не видно сейчас. Прямо по курсу и пойдем мы же не можем прыгнуть на аэродром через облака поэтому мы пойдем через феновую щель. Звучит так как пойдем через феновую щель. Да. Когда у нас в феновую щель у нас устанавливаются подъемники. Да. То есть звучит так. Через феновую щель идем. Эх! Облака справа видите непроходительнее. Сейчас повернешь направо. Поворачивай направо вдоль облаков. Пойдем к скорому аэродрома. Или еще немножко понабираем. Посмотрим. Скорость больше 180 отдаюсь минус атаки адские. Да. Какое облако массивное выросло. Даже непонятно что нам делать. Ну просто летим пока. Ой, воздух как почистился. Баты какие виды красивые. Опустились немножко пониже. чтобы снять вам буйство энергии которое идет за пик дубюром. Сейчас это вся кака на уровне нас. Не уверен я что это мое правильное решение. Потому что сейчас нас может отутюжить раком, боком, трюком. Так что мама не горюйся. Потому что приходить к пик дубюру на уровне вот этой всей хрени неправильно. Надо приходить чуть-чуть повыше. Ой. Но зато сейчас вы можете посмотреть как красиво с пик дубюра падают облака. Вайдас тоже посмотрит и будет меня уважать еще больше. Да? Тебе нравится? Я таком тебе скажу что я об этом заберу. Что? Ну смотри волна ведь опять. Оп. Оба прибора орут. Кричат. Смотри. Магия. Сейчас я верну в горбле авиагоризонт. Все. Иметь хоть на одном приборе стреднитель. Все. Опять 5 метров в секунду. Мы можем набирать сколько угодно. Я хочу тебе просто ручку отдать, чтобы ты полетал вот в этом вот. В этом вот? Да. На. Восьмерочке полетай. Почувствуй, как кайфово. Как планер. Через лево, значит. Через право. Через лево зажует. Сбросит сразу. Поэтому направо. Сейчас уже прям поворачивай. Далеко. И над нами планер. Все полезли в волну. Поехали направо. Спокойно. Вон под нами, да, над нами. Целая тусовка. Ой, смотри, какая там хрень выросла. Какой гриб ядерный. Сейчас повыше поднимется будет лучше видно. Чуть правее. Видишь, где тот планер летает? Примерно там. И плюс еще у тебя вот с правой стороны облака оно демаскирует волну. И надо будет через левый разворот опять двигаться в другую сторону. Ну, может так вот таким курсом сейчас пройтись. Вот тебе ручка. Вот таким курсом потом повернешь налево. Смотри, видишь, какая летающая тарелка выросла. Слева 90. Вон. Грибочек. Грабочек. Я взял ручку. Друзья, всякого видали. Ну, тут еще и птица к нам к нашей тусовке присоединилась. Вот у кого-кого. А у птицы фларма точно нету. Как она вообще себе здесь чувствует? Высота у нас, чтобы вы понимали, 3400 метров. И вот летает орел. что он здесь забыл? Зачем ему надо здесь? Ну, за кем он здесь охотится? Да, планилистов-то тут полно. Полдеют. Довольные, как черти. Вот что орел делает? Держи ручку. Летай. Вижу, что ты нервничаешь, когда скорость до 80 падает. Поехали налево. Итак, друзья, смотрим на наш прибор волшебный. Видим, что осадков у нас нету. Видим, что осадков у нас и так нету. Сейчас будем искать где-нибудь дырочку, чтобы смеяться под облака и, собственно, зайти на посадку. Сейчас еще одна вещь, которую я в Айдесу удивлю. Это посадка с курсом от горы. Будет такая лихая посадочка. Постараюсь ее сделать красиво. Впереди у тебя следующее место, где может быть волна. Подверни левее чуть-чуть. Вот эта облачная стенка, скорее всего, возможно, рядом с ней тоже стоит волна. Просто пройди, пощупай. Скорость 150, так, для общего развития. Не то, что мы там прям парить в ней будем, а так поржать. Потому что уж больно характерная форма облака. Прям прижмись к стеночке. Тебе будет с одной стороны прикольно пролететься, с другой стороны работает. Набирать не будем, просто пройдись вдоль нее. Показываю тебе, что вот здесь при большом желании можно было продолжить работу и можно было бы набрать высоту. Сбрасывай скорость до 120. Руку клади на голубую ручку на интерцепторы. Полностью выпускай тормоза. Все, не с выпущенными тормозами, куда-нибудь направо, там, где облаков нет. это он. Мария Ивановна ругается, что шасси не выпущено. Ах, вы извращенцы. Вот. Ну, кстати, чтобы она не орала, два варианта. Первое, выключить Мария Ивановна, я уже так делал. И в итоге я забыл выпустить шасси. Поэтому давай-ка мы выпустим шасси лучше от мелька подальше. Я хоть сниму, как я шасси выпускаю. Да и пока крутись. Вот, ручка шасси выпуска делается такое движение. Раз! Шасси за бортом. Аэродром сзади нас. Та-ра-ра-ра-та-та-ра-м. Парабарабарабараба. Парабараба. Посадку снимем. Продолжай поэнергичнее. Градусов 30. Хрен. А? В облако не залезет. Так ты вот если хрен сделаешь 30 градусов, ты в облако и не залезешь. Вон аэродром видишь? Снижение, друзья, я бы не сказал, что очень сильно 4,5 метра в секунду. Почему интересно? Убилить скорость до 140. Скорость до 140. Да, немножечко. Чем быстрее мы летим, тем быстрее мы снижаемся с тормозами. Так, ну что ж, все у нас хорошо. Мы в родной долине. Сейчас может немножечко потрясти. Ах, как красиво. Вот я люблю такие краски постмистралевские. Воздух прозрачный, видно далеко. Вот наш аэродром. Смотри, как с таким диким перелетом планер какой-то приземлился. Справа, видишь? Вот в конце полосы стоит. А, вот. Да, что-то как-то там не очень. Ладно, давай посмотрим, почему он так сделал. Я взял ручку. Ну, дальше уже я буду пилотировать. Я покажу тебе, как приземляются. Шасси у нас выпущено. Смотрим. Он так приземлился, потому что ветер на самом деле боковой больше, чем северный. Чистое 90. по идее можно было приземляться с курсом в сторону горы, но, боюсь, я будет неправильно. Да, доложился еще один планер. Подождем его. Заодно посмотрим еще раз ветер. Вот эта горка чем хороша, тем, что мы можем при желании отвисеться на ней. Повисеть, подождать, пока приземлится кто-то предыдущий. Сарлопатин, директор Даунвинг Ленинг Норд. Оп! Выпускаю тормоза, потому что мы сейчас высоковато. И наблюдаем, как тот планер заходит. Идет хорошо. Я немножечко увеличиваю дистанцию между третьим и четвертым, потому что немножко высоковато зашел. Здесь нужно быть на уровне вот этих полников. Сейчас нормально. И заход идет на более высокой скорости, чем обычно. То есть не 120, а не 110, а вот я иду 140, 150. Почему? Да потому что вот эта болтанка, которая присутствует, нам все точно не надо. Вот, и все. Рысь. Оп! Выравнивание и повисеть, 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 повисеть. Ты чего смеешься? А? Можно я просто так посмеюсь? Почему? Я просто радуюсь, что мы на земле. Что, тебе было страшно, как мы заходили? тебе было страшно, но, знаешь, все равно радуюсь. Ну, правильно. Это приключение, которое сейчас закончилось. Сейчас можно посмеяться чуть-чуть, там. Ну, да. Слушай, ну, классно. Хороший полет получился. Я доволен. Что я могу сказать по поводу прибора Naviter? Я доволен. Я даже доволен больше, чем ожидал. Хотел вам что еще показать. 78% заряд батарейки. Вот мы отлетали, не знаю, там, часа четыре. Ну, за всеми почти ничего не потратили. Очень хорошо все с батарейкой здесь должно быть. Заряжается камера наша севшая GoPro 10 от Audi. Естественно, можно, чтобы не было расхода энергии, погасить экранчик. Ну, вот так вот. В общем, у нас еще и огромный пауэрбанк. Отличный полноценный прибор с хорошей видимостью, с хорошим экраном, четким. Не знаю, мне все очень пока нравится. То есть, я попробовал минимум, то есть, я говорю, с утра сегодня, вы видели, как я тут, тыкал туда карточку и так далее. С моей нелюбовью к компьютерам, все заработало прекрасно. И дальше следующая, наверное, серия будет, я настрою его как полагается, уже чисто по планеру, всякие долеты и прочее, прочее. Ну, я, наверное, порассказываю вам подробно, как возможности прибора, что там стоит настроить. А так, общие первые впечатления, офигенно, то есть, чего считать талисманом, потому что, то, что полетели проверить, залезли в волну, получили массу удовольствия, погода бомба, контент огонь, да? Ты доволен? Доволен? Эгегей! За прибор огромное спасибо компании Naviter и Артему Лазовому, очень доволен. Спасибо. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Увидимся в небе! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова